Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Данный видеоролик должен был быть записан уже пару-тройку дней назад, когда у нас произошло изменение с устройствами в худшую, как по мне, сторону. Да, я мимолетно не совсем много рассказывал по этому поводу в одном из предыдущих видеороликов, но сегодня хотелось бы поговорить насчет этих устройств немножко поглобальней, рассказать какие-то определенные мысли по тому, что случилось у нас в игре на данный период времени, ну и, конечно же, прийти к какому-то глобальному умозаключению и вообще закрыть раз и навсегда для себя лично этот вопрос. Для меня это, честно говоря, очень наболевшая тема, и по этому поводу я могу говорить очень много. Мне моментами прям, ну, жестко бомбит, да, с того, что делают разработчики у нас в игре, и когда происходят такие обновления, которые изначально убирают все устройства в контейнеры. Окей, да, я могу это понять с точки зрения, ну, такой тупой логики, да, окей, хорошо. Но потом, когда все это дело возвращается через пару дней, когда обновления впервые, грубо говоря, уже за 11 лет, уносят, откатывают, за 11 лет, друзья, никогда в жизни в танках не было откатов обновлений. И тут, вуаля, откат обновлений. То у меня появляются в голове очень большое количество вопросов. Появляются вопросы, связанные с тем, для чего это делать было, с какой целью все это дело произошло, да, то есть я могу, конечно, ну, на одну секундочку подумать о том, что там написали разработчики игры, да, то, что, типа, мы прислушались к вашему мнению, там, и мы откатили все это дело из-за того, что вы так хотели, вы писали, мы откатили, но я отлично понимаю, что далеко не это было причиной отката данного обновления. И все это было давным-давно уже продумано разработчиками и, ну, либо не разработчиками, а теми людьми, которые это все дело сделали. И неспроста я все это дело говорю, потому что, по моей логике вещей, да, откатить обновления впервые за такой промежуток времени, без мысли о том, что, как бы, ну, изначально, когда ты вводишь обновление, да, без мысли о том, что тебя будут хейтить. Ну, не могло быть такого. Я уверен на 100%, что не могло быть такого, что они вот просто делали обновление и думали, что все схавают это. Но никто не мог хавать эту шляпу усатую. И при том, за пару дней они сумели переобуться и быстро изменить все так, чтобы было выгодно исключительно разработчикам. Я не верю в такие совпадения и уже в не знаю какой раз повторюсь, что это был определенный маркетинговый ход от разработчиков игры, которые сделали даже в данной ситуации ход конем исключительно в свою пользу. Почему же и как и с чем это связано? Конечно же, все вы понимаете, что, не раз я уже говорил, когда ты живешь в деревне, ты смотришь исключительно на какую-то, ну, небольшую наживу прибыли, тебе кажется, что ты нифига, ну, неплохо так поднимаешь, неплохо так зарабатываешь, да. Но, определенно я понимаю, что это не есть хорошо, это определенная репутация в очередной раз, которая смотрится в худшую сторону, и вы со мной согласитесь, то, что сейчас уже многие игроки понимают о том, что даже с такими устройствами смотреть в сторону разработчиков как-то уже глупо, и вообще, ну, как-то адекватно расценивать те действия, которые происходят в последнее время, да. То есть, если были какие-то обновления, хоть более-менее я с ними был согласен, то с данным обновлением я не согласен ровно ни на сколько процентов. Изначально, что там было с контейнерами, окей, перевели, перевели, окей. Но, когда все это дело откатывается, когда цены поднимаются, ну, на 95, наверное, 97% устройств, при том, что поднятие цен на все эти устройства зачастую больше 5-7%, ну, не процентов, а раз, да. То есть, если там у нас были устройства, которые стоили, например, 20 тысяч, они там стали 250, были устройства, которые, например, стоили 100 тысяч, там стояли также там 250. То есть, если все эти устройства сложить, посмотреть на определенные изменения, то, грубо говоря, там соотношение всех устройств, которые стоили до данного обновления и после обновления, то есть, разница будет где-то в 7 раз. То есть, если там раньше это стоило 2 миллиона на все это дело потратить нужно было, то сейчас надо потратить, ну, миллионов 10-14. Нормально? Я, в принципе, думаю, что довольно-таки неплохо. Дальше, конечно же, акцент разработчиков пал на устройства с корпусами. Там уже задонат, там уже все понятно. Ну, и еще одна вещь, которая убила меня просто нереальнейшее окончательно, это то, что все устройства открываются на данный период времени у нас где? Из какого звания? Правильно, открываются с новобранцами. И любой новобранец, который создал свой аккаунт, увидел какое-то интересное для себя нагибаторское устройство, может взять, задонатить кристалликов и играть на этом устройстве. А что мы могли видеть раньше? Что мы могли видеть раньше? Мы не могли видеть этого, друзья. Мы не могли видеть того, что, например, я, например, должен был набивать какое-то жесткое там звание, да, тот же полковник я набивал на своем мульте, чтобы поднять себе устройство на три выстрела шафта. То есть мне надо было потенциально играть, стараться, чтобы получить жесткое устройство для своего звания. Но сейчас же человечек может взять это устройство уже с новобранца и спокойнейшим образом играть на имбо-устройстве. Так же самое это обстоит и с теми же самыми компактными баллонами, да, то есть это устройство тоже очень хорошее у нас. Кто не знает, вы можете посмотреть, проверить, да. Ну, как бы, доверьтесь мне на слово, если вы не верите, но компактные баллоны на маленьких званиях, это, ну, просто ГГ. Это просто ГГ. И когда происходит такая темочка, что все это дело открывается с новобранца, блин, у меня реально сгорело. Вот когда я увидел это, у меня реально сгорело. То есть это вот был, знаете, как вот пик, просто пик того, чтобы я записал этот видеоролик. То есть я мог бы там еще посмотреть на все эти дела, но когда происходит уже такая вещь, которая, ну, уже на 100% тянет на байт донатов, чтобы любой там челик, у которого нет кристаллов на маленьком звании, зная, что это имбовое устройство, донатил в игру, покупал его себе и играл на этом устройстве. Конечно, это нечестно. По отношению к другим игрокам, которые должны были набивать звания, которые должны были тянуться к этим устройствам, потому что все с устройствами было примерно сбалансировано сделано, если честно, да. И когда происходят такие вещи, то ни о каком балансе уже речи идти не может. Когда любой челик на минимальном звании берет, покупает и, грубо говоря, может уничтожать. Да, понятное дело, что там еще немножко будет в какой-то степени решать прокачки, но на этом мы, пожалуй, в данном видеоролике закроем глаза, потому что, что я, что вы, я надеюсь, понимаете, что есть довольно жесткие имбовые устройства, и когда они будут покрываться на минимальных званиях, то, возможно, у простых игроков на это не будет возможности, но донатеры смогут в очередной раз сказать, я покупаю и устроить очередной нагибаторский Pay to Win. Наверное, это все, что я хотел сказать сегодня вам. Про устройство больше, наверное, я говорить ничего не буду в ближайшее время. Я не буду акцентировать внимание вообще на этом всем деле, но для себя я понял одну простую вещь. То, что в данный период времени все эти обновления сказываются довольно-таки с глупой стороны, да, с негативной стороны для меня, для многих ребят, и тем самым разработчики ухудшают и ухудшают каждый раз такими обновлениями свою репутацию. И уже под видеоблогами, и под всеми другими ресурсами танков вы видите большое количество хейта, вы видите, как я негативлю, негативит еще очень большое количество игроков, вместе со мной, которые не согласны с этими обновлениями. Но разработчики думают, что все прокатит, и даже такие переобувочные обновления это норма. Но скажу вам честно, друзья, рано или поздно это приведет к полнейшему краху и провалу, и если разработчики нацелены на то, чтобы через пару лет эта игра просто умерла, то они делают все очень правильно, грамотно, и тогда у меня к ним нет никаких вопросов. Но если же разработчики думают на перспективу и на расстояние, то пора уже раз и навсегда задуматься о том, что они делают, да, и хотят ли они вообще, чтобы в эту игру продолжали играть игроки, потенциальные, заинтересованные в этой игре, и которым нравится эта игра. Либо же они хотят видеть исключительно игроков, которые приходят в игру, словно говоря, там на какую-то недельку, две, закинули в игру, забыли про эту игру, потому что им она перестала быть интересна, и поэтому, ну, как бы на этом все заканчивается, да, то есть тут надо исключительно смотреть, что для них в перспективе. Либо же, можно так сказать, более-менее нормальное будущее на какое-то длительное расстояние времени, да, либо же гагашечка, и через пару-тройку лет там уже, как говорится, ну, не выкрутитесь, просто не выкрутитесь, потому что делая такую дичь, просто дичь, сука, я не знаю, кто может не додуматься до того, что это было все продумано, то есть, ну, я уверен в этом на 100%. Никто мне не сможет доказать обратно и сказать, что это реально прислушались к игрокам, и поэтому откатили обнову. Я повторюсь, друзья, за 11 лет не откатили в этой игре ни одной обновы, ни одной обновы не откатили, хотя спорных обновлений в этой игре было довольно большое количество, и чтобы впервые за 11 лет взяли и откатили обнову, я не считаю, что это реально было сделано исключительно по мнению игроков, которым не нравилось данное обновление. Все это было давным-давно продумано, и все это было сделано исключительно в целях дополнительного заработка и вытягивания денег из даже такой простой вещи, как устройство. Теперь уже точно все, друзья. У меня горит, я могу такие видосы, ну, я сейчас могу еще минут 20-30 говорить, хейтить, потому что у меня горит. Ну, я пытаюсь как бы немножечко, ну, более-более лояльно отнестись к этому, меньше высказывать свое мнение, меньше бомбить. Ну, ну, вы сами понимаете, да, меня такие обновления берут очень сильно, и высказываться и хейтить это все дело я могу довольно-таки долго. Поэтому как-то так. Не забывайте, друзья, прожимать лайк, если вы согласны с моей точкой зрения, пишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу, как вам действия разработчиков, да, свою точку зрения я высказал, выскажите свою точку зрения, все ваши комментарии я, конечно же, читаю, если у вас какие-то есть вопросы ко мне по этому поводу, тоже оставляйте их в комментариях по данным видеороликам. С вами был мистер Ванька, не забывайте подписываться, как уже сказал Лукасу, прожимайте, друзья. Ну, я думаю, что вам несложно для продвижения видеоролика сделать благое дело. Ну и также не забывайте обязательно про колокольчик. В последнее время не совсем стабильно он работает, но если вы на него нажмете, то никакие уведомления по поводу стримов, видеороликов вы пропускать не будете. С вами был мистер Ванька. Всем удачи, друзья! И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok